Всем привет! Меня зовут Безносов Женя. Я DevOps-инженер в компании NEO Davis. Компания является агентством на фриланс-бирже Upwork. В целом компания ориентирована на дотнет-разработки и активно в своих продуктах использует Microsoft Azure. Я вам сегодня расскажу два основных аспекта моего доклада. Это Continuous Integration для компонентов Microsoft Azure. И как использовать ресурс-менеджер для быстрого создания виртуальной среды. Начнем мы с деплоймента апп-сервисов. Я покажу в первую очередь, как задеплоить веб-приложение в Microsoft Azure с помощью такого инструмента, как TeamCity. Для тех, кто не знает, что такое TeamCity, это билд-сервер, который работает на Java. Этот инструмент позволяет после разовой настройки довольно быстро и по заданию заданному сценарию выполнять деплойменты веб-приложений. То есть сервер, в принципе, умеет сразу стянуть с репозитория необходимые сорсы, выполнить над ними действия уже дальше по сценарию. Например, там подтянуть наггет-пакеты, сбилдить и задеплоить. Заранее скажу, у меня много демонстраций будет вживую, поэтому большую часть доклада я буду сидеть за ноутбуком. И еще момент. Если вдруг будет чего-то не видно, потому что часто будет показываться там либо код, либо логи, вы говорите, я буду увеличивать. Первое. По поводу TeamCity. Мы будем деплойить два веб-приложения. Первое – это API-приложения, второе – это фронт-энд-приложения. Для API-приложения и для фронт-энд-приложения – это, в принципе, один компонент Azure, как WebApps. Для деплоймента нам необходимо получить креденшалы. Эти креденшалы мы можем получить двумя способами. Первый способ – это с помощью PowerShell стянуть такой компонент, как publish-профайл. Этот профайл содержит креденшалы, я сейчас сразу открою. Этот профайл содержит такие креденшалы, как publish-метод, то есть в publish-профайле приводится их два. Это MS-деплоймент, простым языком, веб-деплоймент. И второй – это FTP-деплоймент. Я оба наших веб-приложения буду деплоить с помощью веб-деплоймента. Нам необходимы следующие параметры забрать с publish-settings файла. Первый параметр – это сервер веб-деплоймента, то есть куда необходимо обращаться при деплойменте. Дальше наименование нашего веб-сайта и креденшалы, юзернейм и пароль. Это основные моменты, которые нам необходимо сделать. Так, TeamCity у нас открыт. У меня уже в TeamCity есть преднастроенный build configuration, то есть этот build configuration – это последовательность наших действий. Это может быть не обязательно деплоймент, это может быть там build, либо просто, например, мобайл-приложение, то есть это его необходимо там сбилдить, подписать и отправить в какой-то репозиторий. В этом build configuration уже заранее преднастроены такие шаги, первые, как стягивание nugget пакетов, дальше с помощью build-раннера Visual Studio у нас выполняется build и веб-деплоймент API-приложения. И следующий степ – это аналогично, как и для API, это build и веб-деплоймент уже фронт-энд-приложения. У нас есть уже заданный version control settings, это ссылка на репозиторий с креденшалами и указанием бранча, откуда нам брать сорсы для деплоймента. Дальше мы переходим в build-степы и то, как раз о чем я говорил. Первый – это восстановление nugget пакетов, деплой API-приложения и деплой фронт-энд-приложения. Я не буду останавливаться на восстановлении пакетов, я сразу перейду к веб-деплойменту API. В принципе, разницы как таковой нет в конкретном случае между деплойментом API и веб-приложения, кроме как solution file path. То есть какой конкретно solution нам необходимо сбилдить и запаблишить. То есть просто указываются ссылки, ссылки как в репозитории, указываем, какой solution мы билдим. Дальше указываем версию visual studio, с каким таргетом выполнять билд, дальше конфигурацию, какую использовать. То есть если там в коде уже есть заранее зашитый connection string к базе данных, то есть нам необходимо указать именно ту конфигурацию, в которой этот connection string указан. И дальше в command-line параметрах мы указываем, что нам необходимо деплойить приложение. Дальше именно способ деплоймента, ms-deploy-publish. И как раз те параметры, которые я показывал с publish settings файла. Это сервер веб-деплоймента, юзернейм, пароль. Пароль почему приводится в таком вот виде? Ну, пароль хранить в открытом виде не очень правильно. То есть в team city заради есть созданные параметры для этого проекта. Параметры типа защищенного. И в этом параметре хранится пароль, то есть по сути их никто не видит. То есть это разово внесли, и дальше этот параметр уже вызывается в build-step. И дальше у нас указывается имя сайта, то есть какой конкретно сайт мы будем деплойить. Такая же самая настройка у нас идет и для веба, только с учетом своих креденшиалов. Здесь отличается сервер веб-деплоймента, юзернейм, пароль и из пасс. Это как раз параметры, которые мы берем с publish settings файла. В принципе, вот эти все команд-лайн параметры и сам build-step, он просто называется как visual studio. Но по большому счету это просто команд-леты MS-билда, которые передаются просто более красиво оформлены уже через интерфейс самого TeamCity. Сейчас мы выполним разовый деплоймент. Пока будет выполняться деплоймент, я покажу, где и как взять эти publish settings профайлы. Я покажу это через портал Azure. Так, вот у нас build configuration web deployment. То есть, грубо говоря, задача перед DevOps стоит следующая. Выполнить разовую настройку, указать параметры, организовать правильную последовательность этих степов. И дальнейшие деплойменты у нас выполняются либо нажатием кнопочки run, либо есть возможность настроить триггеры. Триггеры там довольно много типов. Один из них, например, это новые коммиты. То есть TeamCity каждый определенный период, например, каждый секунд дергает репозиторий и смотрит, есть ли какие-то обновления. Если обновления пришли, он спокойно себе их сразу стягивает и деплоит автоматически, без какого-либо участия. То есть, это вполне нормальный сценарий для тестовых средств, для продуктива. Здесь уже есть небольшие вопросы. Так, я сейчас покажу, как нам получить эти publish settings файлы. То есть, у меня уже есть предостроенные апп-сервисы. И вот как раз то, что мы деплоим, fday deploy API и fdeploy web. Получить их можно банально. Просто перейти на портал, правая кнопка мыши, и здесь есть get publish profile. Также, вот видите, есть параметр reset publish profile. То есть, это если вам необходимо сбросить, и в основном это сбрасывается пароль к юзеру, то есть все остальные credential остаются те же самые. Так, дальше переходим. Возвращаемся к TeamCity. Похоже, есть небольшие проблемы с connection. Я еще раз вызову. Давайте тогда, чтобы не терять времени, я потом покажу уже процесс логии деплоймента. Но мы сейчас перейдем к следующему разделу доклада. Это деплоймент ролей в Azure Cloud Service. В двух словах, что такое вебы, ворки, роли в Cloud Service. Это поднимается виртуальная машина, где в качестве Windows сервиса выполняется ваш код. Windows сервис, ну, либо там консольного приложения. То есть, Azure, по сути, это делает самостоятельно. Ваша задача через Visual Studio просто правильно этот проект оформить. Я сейчас покажу, как эти ворки роли, в принципе, можно туда деплойить. Опять же, момент, возвращаемся к credential. Как нам получить credential в Cloud Service? Здесь все немножко сложнее, чем с веб-апсами. Для деплоймента в Cloud Service нам необходимо иметь доступ к подписке через PowerShell, к подписке Azure через PowerShell. У Azure есть очень хорошая штука, они придумали. Это publish settings файл конкретно для подписки. Грубо говоря, это просто сертификат, который вы можете скачать, и при импорте его в PowerShell вы получаете административные права над всей подпиской. Вы можете создавать, удалять, то есть выполнять полный спектр операций, которые вам необходимы с подпиской в Microsoft Azure. Но тут имеется в виду больше классические компоненты. Для ресурс-менеджера действия для логина надо немножко другие, но я сейчас немножко отвлекся тем, это чуть не о том. Первое. Publish settings файл. Как задеплойить? Деплоймент выполняется следующим образом. То есть ваша задача взять код, сбилдить его и просто создать новый деплоймент для клауд-сервиса. Azure дальше все сделает сам. Создаст виртуальную машину, положит ваш код в storage аккаунт, поднимет инстансы. Количество инстансов, которые вы преднастроить можете в Visual Studio. В целом сам деплоймент уже выполняется с помощью PowerShell. То есть через TeamCity задача следующая. Это стянуть репозиторий, сбилдить проект, опять же, в нужной конфигурации и вызвать PowerShell, который запустит указанный скрипт. Этот скрипт задеплойит worker role в клауд-сервис. Я сейчас покажу пример такого скрипта. Первый момент. То есть это импорт Publish Settings файла по заданному пути, который передается через параметр, входной параметр для скрипта. Еще момент. Где взять этот Publish Settings файл? Его можно вытянуть как с помощью PowerShell, предварительно залогиниться, либо через даже не портал, там скорее у Microsoft есть специальная ссылка. То есть предварительно вы залогинитесь на портал, переходите по этой ссылке, и он для подписки, в которую вы в данный момент в браузере залогинены, он вам сразу предложит скачать этот Publish Settings файл. Я на этом останавливаться не буду. Дальше. Для деплоймента нам необходимо, первое, создать новый деплоймент, то, о чем я говорил. То есть там по большому счету выполняется одна операция. Это New Azure Deployment, указывается слот в клауд-сервисе, куда мы деплоим staging или production. Дальше. Указывается package. Package мы получаем, когда билдим наш солюшен в TeamCity. При билдинге формируется для клауд-сервиса два файла. Первый – это package, то есть грубо говоря, это ваш код заархивированный. И второй – это configuration. Configuration создается отдельный файл, в котором хранятся параметры ваших инстансов в клауд-сервисе. То есть это их количество, какой тип виртуальной машины будет использоваться. Эта конфигурация инстансов клауд-сервиса, она формируется в Visual Studio. И следующий момент – это сервис name. То есть это в какой конкретно клауд-сервис мы будем деплоить. Так, сейчас мы посмотрим, ожил ли наш TeamCity. Да, похоже, ожил. На секунду вернусь к веб-деплойменту. Видим, что нам вернул ответ success, то есть все наши степы отработали корректно. Не ожил, похоже. В целом по клауд-сервису здесь все. Единственный момент, то есть при деплойменте в клауд-сервисе, когда там уже есть существующий какой-то инстанс рабочий, то есть это предварительно ваш деплоймент, да, может быть, есть два момента. Вы можете либо апдейтить этот код, то есть не удалять инстанс, а просто их заапдейтить с новым кодом, либо удалять. Из собственного опыта больше рекомендую удалять, потому что, правда, разово, но такой случай был, что одна библиотека просто не обновлялась. То есть большая часть кода задеплоенного работала, но один компонент все время валился, и как оказалось, просто после апдейта одна библиотека застряла и нормального движения дальше по проекту не было, пока не начали удалять деплоймент. Удаление происходит следующим образом. Тоже простая, как повершила команда, remove Azure deployment, какой name, какой слот, и дальше параметр. Параметр delete VHD, то есть этот параметр необходим для удаления всего кода из Azure Storage аккаунта. Сейчас мы перейдем к деплойменту ролей. Я покажу build step, его сценарий. Сценарий следующий. Опять же, восстановление пакетов. Следующий момент. С помощью MS-билда нам необходимо сбилдить наш solution. Опять же, мы указываем build file path, указывая runner type MS-build, и дальше, по сути, нам необходимо указать target и необходимо указать конфигурацию, в которой нам необходимо сбилдить наш код. Дальше переходим уже к степу самого деплоймента. То есть здесь, как я и говорил, вызывается заранее подготовленный PowerShell скрипт. Вот идет на него ссылка. И runner type PowerShell. То есть вы вызываете PowerShell скрипт и передаете следующие параметры, то есть имя подписки, имя клауд-сервиса, куда выполнять деплой, дальше storage account name, то есть это указывается имя storage аккаунта, в котором будут храниться файлы вашего деплоймента. Дальше слот, куда мы деплоим, и то, на что я обращал внимание по поводу пэккеджа. Он формируется в каталоге BIN, в вашей конфигурации. Выглядит примерно путь этот вот так вот. Дальше конфигурация. Это то, что я говорил, преднастроенная конфигурация ваших инстансов, которые будут работать в клауд-сервисе. И дальше мы передаем уже сам путь на publish settings file для доступа к подписке. Так, я пока запущу деплоимент ролей, чтобы мы увидели. То есть суть, так что вы понимали, по поводу деплоимента ролей. То есть ваша задача сбилдить пакеты и отправить их в Azure. Просто создать деплоимент. Дальше Azure уже все сделается. Так, деплоимент веб у нас прошел. Успешно. Вот пошел наш деплоимент ролей. Сейчас по логам мы посмотрим, что наша последовательность преднастроена выполняется, выполняется в принципе со всеми комментариями скрипта. Да, то есть у нас прошел билд, дальше вызвался powershell, вызвался скрипт, к которому передались все наши параметры. Дальше прошел импорт publish settings файла. Мы подключились к подписке. Скрипт прочекал клауд-сервис, в котором нет деплоимента. И запустил создание нового деплоимента. Сейчас я покажу в Azure, как это выглядит. То есть мы сразу на портале можем видеть, что наш деплоимент в процессе. Создается новый деплоимент. И дальше тут уже когда наш скрипт закончит работу, мы увидим, как появилась запись инстанца и как он уже начал создаваться. Дальше. Пойдем дальше по докладу. Следующий момент. Это Azure Resource Manager и создание нового environment с помощью этого инструмента. В принципе, Azure Resource Manager, что это такое? Azure Resource Manager – это инструмент, который позволяет работать с каждым компонентом Azure, с ресурсом, как с группой. То есть у Azure есть возможность объединять ваши ресурсы, такие как веб-апс, виртуальная машина, сторич-аккаунт, база данных и так далее. Объединять в группы. Azure Resource Manager умеет с ними работать как с шаблонами. То есть вы можете их создавать, можете их удалять. То есть работая не с каждым ресурсом отдельно, а работая с ними как с группой. Вот здесь как раз видно на вот этом изображении, то есть что такое ресурс группа. То есть у нас там просто банальная среда, это Redis Cache, SQL Database, веб-приложение DocumentDB и Storage Account. То есть они у нас все объединены в одну ресурсную группу, и Azure Resource Manager может с ним работать. Вы можете экспортировать темплейт этой ресурсной группы. темплейт, это JSON-файл, в котором уже прописаны все зависимости и провисанный порядок создания ресурсной группы. По поводу создания нового клауд-энвайромента. Я вам сейчас покажу, как создать клауд-энвайромент более-менее типичный. Это создание виртуальной машины SQL, создание виртуальной машины с преднастроенным EIS сервисом и всех компонентов, которые нужны для их объединения. Это Storage Account, это виртуальная сеть, это Public IP. Сейчас мы перейдем к темплейт. Темплейт, в принципе, выглядит вот подобным образом. То есть, первый раздел – это раздел параметров. В этот раздел вы можете добавлять параметры, которыми вам необходимо управлять извне. То есть, это, грубо говоря, входящие данные, которые вам нужны. Для каждого инвайромента уникальное должно быть что? Первое, самое главное – это DNS префикс, чтобы они отличались, потому что с одинаковым именем в Azure вы не сможете создавать компоненты. Дальше. Юзернейм администратора на виртуальных машинах и SQL пароль этого администратора. Дальше. Эти моменты, если надо, то вы ими управляете. Это размер виртуальной машины. В данном случае это веб-сервер, сервер ИС и размер SQL, датабейс сервера. Следующий момент – это тип storage аккаунта. Здесь у нас в темплейте уже преднастроено значение как стандарт GRS. Дальше. Следующий раздел нашего темплейта – это переменные. То есть, в этом разделе вы можете уже управлять конкретными параметрами, которые вы будете дальше использовать при создании ресурсов. Например, вы можете задавать здесь имя контейнера. Для создания виртуальной сети вы можете объединять строки, например, ваш DNS плюс в нет, задавать параметры для вашей виртуальной сети. Я не буду тут детально останавливаться, потому что времени это может занять много. Единственное, на что обращу внимание, на каких переменных, это образ SQL виртуальной машины. То есть, мы вызываем образ 2004, который живет на Windows сервера 2012 R2 и образ стандарт. Дальше. Если с SQL, database сервером у нас уже есть в Azure конкретный образ, который мы можем использовать, то есть, грубо говоря, мы просто говорим темплейтом, ты бери этот образ, он тебе разворачивает виртуальную машину, на нем уже есть предустановленный SQL. С ИИСом все намного сложнее. С ИИСом такого шаблона нет. Для того, чтобы нам этот момент автоматизировать, мы можем вызывать такой экстеншен для виртуальной машины, как PowerShell DSC. Через этот экстеншен мы указываем скрипт, который настраивает ИИС вместо нас. Вот сейчас я этот момент и покажу. Вот. Мы указываем VM Extension Name, какой экстеншен нам нужно DSC, и дальше путь к самому скрипту, который будет выполнять настройку ИИС. Дальше. Мы переходим к самому, наверное, главному и наиболее сложному разделу. Это создание ресурсов. Здесь важно понимать, при написании такого шаблона вам надо сразу спрогнозировать, какой порядок вам необходим. То есть не сначала там просто неправильный пример приведу. Часто вызывается сначала создание виртуальной машины, потом создается виртуальная сеть, но когда шаблон начинает объединять эти два компонента, начинаются конфликты, начинается много негативных эмоций. То есть вам изначально надо продумать. Правильный порядок в моем случае, то есть первый, это с самого начала создать security группу. Что такое security групп? Простым языком это просто как контейнер для правил безопасности. То есть в нашем случае это security рулы, это рулы фаервола. То есть для веб-сервера мы разрешаем доступ извне, в принципе для всех IP, это в данном случае, а в более узком случае, там для конкретного, например, для IP адреса вашей компании, для офиса вашей компании. Для SQL сервера мы будем ограничивать доступ только внутри локальной сети. Я не буду там детально останавливаться. У нас здесь идут прописанные правила фаервола. Дальше у нас создается security групп уже для SQL сервера. То, что я говорил, внутри сети у нас открывается порт для доступа к самому SQL серверу и RDP также само внутри сети. И блокируется доступ в интернет из SQL сервера. Дальше. Когда у нас уже есть созданные правила фаервола, мы создаем виртуальную сеть. Здесь очень важный параметр есть такой, как depends on. Что он значит? Это зависимости создаваемого объекта от уже созданных. То есть мы говорим, что наша виртуальная сеть для своей работы будет иметь зависимость с security группой. Security группа для SQL, для веб-сервера и security группа для SQL. У нас при создании уже вызываются параметры, такие как адрес префиксы, которые мы задали еще в переменных. Следующий момент. Storage account. Storage account нам необходим в данном случае для хранения дисков наших виртуальных машин. Здесь у нас зависимостей никаких нет, потому что, грубо говоря, в нашей инфраструктуре storage account – это как нижняя точка. Не он зависит от кого-то, а от него зависит, по сути, зависит вся инфраструктура. Дальше мы создаем внешние IP-адреса для SQL и после создания внешнего адреса мы создаем сетевой интерфейс для виртуальной машины. Дальше у нас уже идет создание самой виртуальной машины для SQL сервера. Так же самое для наименования, чтобы в одной подписке было более-менее понятно, какая виртуальная машина к какой среде относится. Мы можем использовать уже синтакси самого JSON для компонования этих строк. И здесь у нас в зависимости уже входит и storage account, и network interface, и public IP-адрес. Передаются параметры username, password и параметры для образа виртуальной машины. Дальше мы переходим уже к параметрам создания виртуальной машины с ИИСом. Первое, мы создаем availability set. В данном темплейте мы создаем только один ИИС сервер, но очень часто при масштабировании наших приложений в первую очередь проходит масштабирование на уровне веб. И availability set лучше создать изначально, то есть для того, чтобы если у нас добавится новый веб-сервер, мы его добавляем в availability set для уже существующего веб-сервера для настройки отказа устойчивости. Тут принцип идет так же самый. Создается внешний IP, создается сетевой интерфейс и создается виртуальная машина, и уже в зависимости у нас есть availability set. у нас создается пустой Windows сервер образа R2 Data Center, и дальше в экстеншенах мы указываем, какой тип экстеншена набрать, и какой модуль изначально настраивать. Сейчас я продемонстрирую, как нам этот темплейт задеплоить. То есть в первую очередь нам необходимо залогиниться в нашу подписку, но уже не тем publish settings файлом, а залогиниться в ARM логин, то есть следующая команда. Sorry. Логин Azure RM аккаунт. Я немножко профилоню, я уже в принципе залогинил. Следующий момент. Нам необходимо создать ресурсную группу, куда мы будем выполнять деплоймент. Задать ее имя. И это очень важный момент. Задать, в каком дата-центре мы будем создавать ресурсную группу. Мы создадим в данном случае сейчас в Северной Европе. Не столь важно. Для деплоймента почему очень важен location? Потому что вы можете в своих темплейтах использовать, то есть каждый раз для нового компонента создавать, в какой локации, в каком дата-центре размещать ваш ресурс, либо вызывать вот в таком вот варианте. То есть этот параметр берет локацию уже существующей ресурсной группы и помещает все ресурсы в тот же дата-центр. В принципе, эта практика довольно правильная. Для чего? Потому что для более правильного перформанса нам необходимо размещать по большей части все наши ресурсы в одном дата-центре. Только если уже мы опираемся на high availability, нам необходимо создавать часть компонентов в другой группе ресурсов и в другом дата-центре. Дальше. По поводу PowerShell. К сожалению, я сейчас продемонстрировать не могу, потому что, похоже, проблема с коннекшеном. Я покажу это в принципе в презентации. То есть первый момент. Что вам надо для деплоймента? Это залогиниться в Azure Resource Manager аккаунт и указать конкретную подписку. В случае, например, как у меня, на мой Microsoft аккаунт привязано довольно много подписок. Azure надо указать конкретно, в какой подписке создавать ресурсную группу и далее выполнять деплоймент. Следующее. Создаем новую ресурсную группу, указываем имя, указываем location. По поводу location, я уже сказал, это в принципе имеет не всегда, но довольно важно. Следующий. Это тест Azure RM групп деплоймент. Что дает нам эта команда? Мы перед тем, как выполнять деплоймент, мы можем с помощью команд PowerShell проверить, правильно ли мы написали наш темплейт с точки зрения синтакса. То есть там просто каких-то банальностей, не забыли ли там фигурную скобку или там добавили какую-то лишнюю. Дальше. Мы указываем, в какую ресурсную группу мы деплоим и указываем template-параметр файл. Что такое template-параметр файл? Это файл параметров, также само JSON, в котором мы указываем, какие входные параметры и какие значения передавать. Я сейчас его продемонстрирую. Первый – это template-параметр файл. Первый – это раздел параметров пошел. Environment DNS. Мы указываем, какой DNS мы будем использовать. User name и пароль администратора. Дальше возвращаемся к нашему темплейту. В нашем темплейте эти параметры уже есть объявленные. То есть как входящие. Это DNS, юзернейм, пасворд. И обратите внимание, у этих параметров может не быть дефолтного значения. То есть что это значит? Если при деплоименте вы не укажете файл параметров, по варшал сразу у вас спросит, какие значения мне задавать для юзернейма и пароля. То есть если нет дефолтного значения. Еще момент. Размер виртуальной машины. Мы его можем указывать как дефолтный сразу в темплейте и не выносить в параметр. Если мы хотим его вынести в параметр, спокойно вынесли. Если мы хотим обязательно каждый раз указывать size, нам надо убрать дефолтное значение и вынести параметр в параметр JSON. Наш деплоймент мы проверили, ошибок у нас нет. Идем дальше. Следующий. Это уже конкретно деплоймент ресурсной группы. То есть здесь мы указываем опять же name. В этом случае имеет значение чисто визуальное для чего? Для того, чтобы вы могли отслеживать, какие экшены выполнялись в конкретной ресурсной группе. Следующий. Это в какую ресурсную группу мы деплоим. Указываем опять же template параметр файл и уже файл самого темплейта. В целом, из-за проблем connection, к сожалению, не могу продемонстрировать. Прямо на демонстрации, как задеплоить ресурсную группу. Но я в целый день здесь. В принципе, вы можете ко мне подойти. Я уже могу показать лично каждому, как этот процесс происходит. В целом все. Спасибо за внимание. По поводу вопросов я целый день здесь. Подходите, задавайте.